Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Барда Онлайн. С вами Елена Гудкова. Готовясь к этой передаче, мне пришлось оживить свои познания в географии, потому что у меня сегодня в гостях сибиряки. Я вообще в советские времена бывала в Сибири, в Южной Сибири, в городе Абакане. И могу сказать, что впечатления у меня удивительные были от людей, от природы. И даже по приезде я написала песню на стихе хакатской поэтессы Натальи Ахпашевой. Сруби рябину. Ну, а вот как живется и как поется в городе Кемерово, нам сегодня расскажут Алла Радзивилова и Алексей Кузин, мои гости. Вместе они дуэт мы. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Очень рада. И, конечно, зная, что вы приехали с Котомкой сибирских песен, предлагаю эту Котомку уже начать открывать нашим зрителям. Ну, мы с удовольствием. И, конечно, наша визитная карточка – песня нашего сибирского автора Игоря Иванова «Посвящение Александру Грину». Я пассажир на судне неуютном, Которое списать давно пора. И мы плывем, плывем в тумане мутном Вдоль берега по имени «Вчера». Я уплываю навсегда Я оставляю здесь надежду Меня не провожают, но все же помашу рукой Не сбылось только берег вдали Бьют о причалы его корабли Не сбылось и не сталось А что же осталось? Лишь светлая, светлая Грусть в добрый путь А может, это был не он А может, мой еще прекрасней Далеко я слышу шум прибоя Туда стремятся чайки Там в бесконечности Светит моя Может, земля эта Правду моя Но опять уплывает Блистающий мир Курс не изменит Один пассажир Следую курсам Судьбы В добрый путь А что же дальше? А что же дальше? А что же дальше? Дуэт Мы из далекого города Кемерово Насколько это далекий город, уважаемые телезрители Ну, мы сейчас как раз и спросим Вот если лететь самолетом Четыре часа Четыре часа самолетом А если поездом, не дай бог Два с половиной и трое суток Два с половиной и трое суток Свои вопросы Нашим гостям И, соответственно Вот как вы Разница того времени Какая получается? Три часа Три часа Вы нормально адаптируетесь? Хорошо Значит, у вас сейчас сколько? В Кемерово? Плюс три А, плюс три Минус Почему минус? А, плюс три Пять часов Пять часов сейчас Мы в прямом эфире Сейчас пять часов в Кемерово Хорошо Мы вот жалуемся Здесь у нас в Петербурге Что холодные зимы Ну, это самая страшная история Для Питера холодная зима А вот Насколько У вас там холодная зима? Ну, все же Зависит еще от влажности У вас Двадцать градусов мороза С вашей влажностью Это очень холодно У нас нынче стояло Тридцать Три недели стояло Минус сорок-сорок пять И сухой мороз Валенки Пуховик Пуховый платок И хорошо все Двойные варежки Ты счастлив? Да Это нормально С сорок-сорок пять Местами до пятидесять Нормально А бывают такие случаи Ну, какие-то морозы Или вот, например, такие случаи Когда вот из-за холода Там отменяется концерт Приходится отменять Да Мы отменили в декабре Месяца концерт Зеленой лампы Из-за того, что у нас кафе На берегу озера стоит И морозы реально стукнули Минус сорок-сорок пять Машины бы просто замерзли Через тридцать минут И никто бы не выехал оттуда Вот и все. Бывает такое. Из-за машин. Из-за машин, да. Из-за этого только. Так, ну что же, еще хотела спросить про Кемеровы. Повторяю, не так часто бывает. Кто же там, вообще чем город знаменитый, и кто живет там? Вот по населению. По народностям. Русские, я так понимаю, что это основная история. Или сейчас что-то поменялось? Русские, русские, конечно, русские. Ну, кто у нас? Телевоты. Из-за таких истязающих. Как и везде. Русские, вьетнамцы, китайцы. Поподробнее, пожалуйста, о китайцах много уже. Сибирь же все-таки. Нет, они как гастарбайтеры, я считаю. Да? Да. Они просто строят и уезжают туда-сюда ездят. Ну, рынок у нас есть китайский. Рынок есть китайский. Но, в основном, русские, конечно, ну, всякие народности. Армяне сейчас очень много. Ну, живете мирно все там? Ну, конечно. Ну, хорошо. Вот, чем еще знаменитый, я просто вспомнила, что Евгений Гришковец из ваших правил. Это наш. Это наш. И Елена Малышева, которая идет в программу «Здоровье». Ну, дуэт мы и с кем мы. Вот. А еще, какие достопримечательности у вас, чем гордится город? Город-то, я считаю, скорее гордится людьми. Потому что они действительно мужественные. В таких морозах работать. Потом это шахтеры. А, значит, уголь. Это сердце России, я считаю. Тулеев известный наш. Он очень известный личность Тулеев, да. Что бы там про губернаторов не говорили. А у нас Тулеев действительно, его знают очень многие в России. Да, ну, в общем, да. И это я не ради красного словца там, или чтобы вот. А он действительно очень много делает и для пенсионеров, и для, вообще для людей. Слушайте, как приятно, когда говорят про органы власти, да, вот, что это, да, действительно человек что-то делает. А мы это видим реально, потому что. Я радуюсь, потому что я слышу бесконечно только сплошную критику. То есть люди у нас очень, ну, склонны как-то больше критиковать. А хорошие не замечают. Ладно, я вас, наверное, заболтала с этим. Я думаю, что надо перейти ко второй песне. Сударно. Что споете, представляете. Ну, следующий автор, которого мы безумно любим, это наш кемеровчанин Роман Ицков. Огромное уважение вызывает его отношение к слову, к стиху, к музыке, к нотам. И помимо этого он прекрасный, очень талантливый исполнитель. К сожалению, не выездной, то есть по причину здоровья. Но у него, в общем-то, диапазон очень достойный, очень красивый голос и своеобразная харизма, которая вот дает красоту и необыкновенности, придает вот его песням. Песня «Ритм Басановы», ее мы возили в Прагу с ней. В общем-то, она одна из тех, с которыми мы стали лауреатами в Праге. Да, хорошо. Лауреатская песня. Хорошая песня. Ритм Басановы, ритм знакомый, легких, красивых ритм. Шорохом, шепотом кружится, движется мимо зеркал витрин. Небо открыто, словно забытым, в вальсе ушедших зим. Сонные лица мне улыбаются в рамах окон картин. Бабочки, листья, в танце, обрывки в старых цветных афиш. Юное солнце рядом шагает по пирамидам крыш. Вечный художник над берегами радуги красит мост. И под его босыми ногами мир и красив, и прост. По параллелям, меридианам, карт городских маршрут, Август изящным рощерком неба нам обозначил путь Милая, здравствуй, я не с цветами, с песней приду к тебе На перекрестках звездных окраин встретимся в сентябре Бабочки, листья, в танце обрывки старых цветных афиш Юное солнце рядом шагает, по пирамидам крыш Вечный художник над берегами, радуги красит мост И под его босыми ногами мир и красив, и прост Риф баса, новый ритм знакомый, легких красивых риф Шорохом, шепотом кружится, движется мимо зеркал витрин Вечный художник над берегами, радуги красит мост И под его босыми ногами мир и красив, и прост Мир и красив, и прост Мир и красив, и прост Ну что же, замечательно, басанов, вообще, конечно, бальзам мне на душу пролили Люблю вообще ритм басанова Спасибо, мы тоже любим Алексей Кузин, Алла Радзивилова в программе Барды онлайн Ну и, конечно, сейчас я хотела бы расспросить вас, гости из Кемерово И хотела расспросить, ну, естественно, об авторской песне в Кемерово Скажите мне, пожалуйста, вообще, вот Вы так замечательно представляете авторов с такой любовью, ну, это естественно Но вот есть какие-то отличия, какая-то уникальность сибирских авторов Вот в чем-то такое, что вот, ну, отличает их от других, скажем Может быть, мы сами бы на это не обратили внимания Потому что нам нравится, мы поем, поем авторов наших То есть, и все как бы для нас это привычно и обыденно, да Ну, самый первый наш приезд в Санкт-Петербург И нас сразу все стали спрашивать Ребята, вы откуда, откуда такая энергетика, что это Все-таки я думаю, что наши песни, песни наших авторов, они отличаются Вот этот сибирский холод, он дает масштаб более серьезный То есть наше тепло, и вы сразу А может быть, это просто энергетика вашего исполнения, так? Ну, и это может быть присутствует, конечно Нет, это присутствует, безусловно Но изначально мы, когда песню слышим, естественно, что нас это цепляет И мы уже поддерживаем своим мастерством, как говорится, постараемся А тогда давайте расскажите, какие есть вообще клубы авторской песни у вас Насколько популярна авторская песня? Слушают ее? К сожалению, в Кемерово практически не осталось клубов авторской песни, к сожалению И вот есть большая разница Когда мы работаем в концерт в Томске, это просто что-то волшебное А в Кемерово немного не так Людей гораздо меньше Это какой-то административный город И сложнее, чем, скажем, в других городах Ну, с другой стороны, я бы не стала так все пессимистично рассказывать Потому что, да, очень много в клубе авторской песни Очень многое зависит от лидера К сожалению, так сложилась судьба, что лидер клуба «Лестница» у нас было очень много В этом году мы отметили, вот в 2012 году 25 лет клубу «Лестница» Но, к сожалению, он же в 2012 году переехал работать и жить в городе Санкт-Петербург К вам А кто же? И поэтому, да, пока вот лидера такого, который бы взял на себя обязанности клубного Этот человек должен вот жить этим делом А кто, кто фамилию-то назовите, кто переехал? Георгий Анушкин Георгий Анушкин Ага, ну я пока не знакома Клуб «Лестница» Он очень долго руководил этим клубом, действительно И собирались мы все Несмотря ни на что, барда в городе Кемерово хватает Мы с Алексеем ведем бард-клуб, бард-кафе в Кемерово И у нас приходят и туристы, и туристические клубы к нам приходят на концерты У нас очень интересные проходят встречи Народу приходит достаточное количество Людям нравится бардовская песня И авторов у нас в Кемерово хватает Рядом город Новокузнецк, где не менее сильное движение авторской песни Один фестиваль имени Высоцкого То есть памяти Высоцкого проходит Высоцкий в Новокузнецке, он так и называется В феврале месяце Вот сейчас, в этом году, мы первый раз туда не попадаем Мы каждый год туда приезжаем У нас в этом году, да Гастроль, гастроль, гастроль А вот клуб, клуб Ля Мажор, который, это что за авторская песня? Это было начало буквально самое наше Вот когда мы познакомились Сергей Пашненко, Алексей Кузин, я и ДК Строители вышли с предложением А давайте Вы откроете клуб авторской песни у нас Леша сказал, Вы будете президентом Он говорит, я вот никогда Я, да, нет Ну мы начали активно заниматься этим развитием У нас, к сожалению, все Ну это была такая яркая вспышка Она очень помогла нам Становлению нашего дуэта И пониманию того, как вот должно проводиться, должно борт-кафе То есть это был очень яркий опыт Да, это был опыт Мне очень понравилось название А то обычно там все ля минор, а тут ля мажор Кап ля мажор Это придумал Сережа Пашненко Это Сережа Пашненко, да Совершенно замечательно Вот, хорошо Предлагаю еще одну песню исполнить И продолжим разговор Сейчас будет примерно то, о чем Вы нас предупреждали Поскольку мы заговорили о кап ля мажор Действительно, Сережа Пашненко Прекрасный, во-первых, автор многих песен У него огромное количество песен И Яна сказала бы, что действительно плодовит и талантливый человек Помимо того, что он художник, он дизайнер Вот сегодня мы принесли диски То есть Сережа Пашненко помогал оформлять вот эти диски Корректировал И, конечно же, пишет он в основном, конечно, в стиле бард-рок Появилось такое направление бард-рок Либо это шансон И его песня тогда уже Песня Сергея Пашненко достала Вот выпита чаша до дна И доедем последний роман И восходит царица луна Уже не для нас С головой окунуться в тоску Мне мешает колючая злость И проклятые мысли о том, что у нас не срослось Ни беска, ни камней, только звездная пыль на ладонях Вот и все, что осталось от двух величавых планет Колесницу безумного времени вряд ли догонит Исходящей от тусклой лучины мерцающий свет Мне достало писать про печаль И тошнит от болезов во сне Я устала сто раз начинать Сначала Лишь в аду закаляется сталь И царапает тварь по спине Эта блудная кошка любовь достала Ни дорог, ни мостов, только звездная пыль на ладонях Вот и все, что осталось от двух величавых планет Колесницу безумного времени вряд ли догонит Исходящей от тусклой лучины мерцающий свет Достало Такая песенка Я смотрю, что далеко до классической бардовской песни Все у вас, пока что все песни, которые вы поете Ну так, да, бард-рок, блюз-рок, там, я не знаю, что В общем, забавно это все звучит Ну, сейчас с пристрастием буду вас уже тогда расспрашивать Алла Альбертовна, с вас начну Значит, мне... Алла Альбертовна Вот я захотела такой реакции Потому что мне представили Аллу Альбертовну Как очаровательную женщину с красивым голосом С красивым голосом, светлой улыбкой И невероятным артистизмом Что, собственно, Алла демонстрирует Обратите внимание на улыбку На голос мужа обратить внимание Алла, вы выпускница Кемеровского музыкального училища Дирхор Да Дирхор Значит, я так понимаю, что аранжировки вокальные Вы рулите здесь В дуэте Олег? Да, наверное Где-то... Ну, вообще, в любом дуэте это совместное творчество Ну, не скромничайте Алла Альбертовна Да? Поскольку ей хорошо У нее есть слух И она даже знает ноты Да Да Ну, вы прекрасно владеете гитарой Спасибо Нет, серьезно У вас... Вы учились как-то это самое? Нет Это... Ну, всю жизнь Сколько лет ты с гитарой живешь? Ну, с шестого класса Очень... Ну, здорово Ну, что я могу сказать С шестого класса почти ежедневно Да? Конечно Это... Ноты тут, поверьте, не столь важны Согласен Они... Да Так, а вы не так давно начали заниматься авторской песней Мне вот интересен этот момент То есть 2007 года получается всего-то, ну, шестой год, да? Правильно я понимаю? Пятый Пятый Дуэту... Вот дуэту, как таковому, у нас пошел пятый год, юбилейный Что произошло такое в 2007 году, что вы просто, я не знаю... Произошло все в 2006 году Да Все очень просто Я, на самом деле, наверное, лет с четырех на сцене И сцена, это мой был второй дом Потому что родители работали в Доме культуры Я занималась и танцами, и балетом, и хором, и веа То есть где я только не была Но когда, как говорится, я поступила учиться на дирижерское хоровое отделение в музыкальное училище, вышла замуж А потом все, когда страна развалилась и рухнула, зарабатывать можно было только в торговле И вся жизнь была положена на то, чтобы, ну, строить там карьерный рост, чего-то добиваться То есть я, в общем-то, руководила достаточно крупными компаниями А потом случилось то, что, в общем-то, происходит, наверное, в жизни каждого человека, когда дети вдруг вырастают То, ради чего ты вот шел параллельно, ради ребенка у тебя должны быть средства, там и все остальное прочее И карьерный рост тут получается Мамку поставила на ноги А потом ребенок сказал, мама, все, я выросла, можно я пойду сама? Да, и причем не просто как-нибудь, а вообще, то есть ни денег не надо, ничего, мы самостоятельные И она честно и добросовестно училась в университете, работала А ты понимаешь, что вот этого все больше не надо, столько сил Я села дома и думаю, не хочу я больше директором работать Хочу заниматься каким-то любимым делом Совершенно случайно познакомилась с Сергеем Пышненко Мы начали заниматься художественными картинами, чего я не предполагала Хотя я всегда думала, зачем мама изучает мировую художественную культуру, показывает мне эти картины То есть я в детстве очень много этим занималась Я знакомилась с Сергеем Пышненко, мы начинаем заниматься картинами Потом параллельно едем на фестиваль авторской песни На первом же фестивале знакомимся с Алексеем Алексей заинтересован в картинах, приходит, участвует искренне Он вообще не наставил ни на каких песнях Он помогал возить картины, развешивать их Организовывать выставки У него была машина, он нас туда-сюда возил, помогал То есть вообще речи не было о пении Пока я понимаю, что только картина А потом вдруг почему-то возник вопрос А почему бы нам не съездить в Санкт-Петербург? То есть Сережа поет, Алексей поет И я думаю, интересно же, а я как администратор Я выступала в этой роли организатора То есть нашла спонсоров, мы списались с людьми Я вела всю переписку, договоры, переговоры А все равно невозможно, они же поют здесь же по духам у тебя Как может женщина молчать? Естественно Нет, и поют хорошие, красивые, настоящие песни У меня дух захватило, я правда целый год только слушала Я год слушала, я могла маленько сзади чего-то попробовать подвыть Чуть-чуть, аккуратно, очень осторожно И в 2007 году мы приехали первый раз сюда с концертами И Лера вчера нам сказала комплимент, что я выросла Тогда у меня был голый вокал Вокалистка, мне надо было задать Появился артистизм А сейчас, да, сейчас нам вчера прям сказали такой комплимент, что мы сильно выросли как дуэт И поэтому я просто поменяла свою жизнь искренне и с огромным удовольствием Ну то есть так сложилось Так сложилось Если бы там увлекались эстрадной песней, то возможно вы пели бы эстрадную песню Мы поем сейчас А мы поем и что-то Ну да, у вас Как бы разнопланово все Нет, я имею в виду, чтобы в шоу-бизнес бы тоже могли Нет Это крайность Вот здесь настоящая песня То, почему, наверное, я, во-первых, очень сильно соскучилась Я перестала смотреть телевизор Я не могла слушать радио Я не могла слушать эту попсу Мне было очень плохо вообще На самом деле, да что ж такое Только выручали коллекции записей, которые были вот там на дисках Еще где-то, вот только эту музыку И вдруг я узнаю, я попадаю на фестиваль Алексей, который трое суток поет какие-то необыкновенные песни Сережа Пашненко, у которого потрясающие баллады и так далее И плюс еще какие-то новые люди У них, у Алексея на тот момент был дуэт с Валентином Ярушкиным Прекрасный, Валя пишет шикарные песни, которые пользуются огромной популярностью Он слуху их знает наизусть, по крайней мере, по нашим сибирским фестивалям Я в это во все окунулась, я поняла, что я как вродник Почему я их год слушала, я вот наполнялась всем этим И я до сих пор говорю, что мне-то везет, они-то все вот классику больше меня знают Я прихожу к Алексею и говорю, вау, я такую песню услышала Он говорит, так это классика, ей уже сто пять лет Я думаю, что давайте мы тоже этот родник для наших зрителей будем продолжать открывать Песня с вас? Что поете? Вот, наверное, сейчас хотелось бы показать песню на стихи древнего китайского поэта Судун По Этим стихам более двух тысяч лет Неизвестный Барт, мы его знаем Барт, да Две тысячи лет стихам Музыку написал Федор Горковенко Ветер что-то шепчет в тростнике Шепот это та же тишина Дверь открой, вижу под дождем В озере купается луна Спит рыбак и чайка тоже спит Может быть у них похожи сны Вынырнула рыба из воды Словно демон в отблесках луны Ночь все глубже у людей сейчас Не пересекаются пути Только тень, когда бреду один Может веселять за мной идти То нахлынет на песок волна То следы оставив отойдет Вы в нике луна собрав лучи Паутину как паук плетет Наша жизнь стремительно быстра Соткана из грусти и забот А вдохновенье быстрый миг Промелькнет внезапно и уйдет Вот пропел петух и вслед за ним Колоколь из волны птичьи гам Барабан вещает, что пора Паруса расправить рыбакам Ночь все глубже у людей сейчас Не пересекаются пути Только тень, когда бреду один Может веселять за мной идти То нахлынет на песок волна То следы оставив отойдет Вы в нике луна собрав лучи Паутину как паук плетет Паутину как паук плетет Паутину как паук плетет Напоминаю, мы работаем в прямом эфире И замечательный кемеровский дуэт Мы, Алла Радзивилова и Алексей Кузин Поют песни сегодня своих земляков Сибиряков Исполнительский дуэт Скажу еще, что Алексей Кузин Композитор, он автор музыки Да И сейчас я спрошу, кстати На чьи стихи вы пишете музыку И Алла Радзивилова Исполнитель авторской песни Вы же родились в Кыргызстане В Киргизии В Киргизии, да? Да И довольно много там прожили Ну, я прожил там 30 лет Да И вот это было связано, Ваш уезд там С развалом СССР или как-то Или это не вообще Хотя он в 91-м году Это было в 90-м году Была война Гражданская, так скажем Когда, ну скажем так Киргизы воевали с узбеками И вы уехали? А пришлось уезжать, поскольку Жизни А пришлось, а вот если бы нет Остались бы там жить, да? И продолжали? Или Если бы не было войны Да Ну, да, конечно А как вас вообще Ну, так занесло в Кыргызстан? Как получилось так, что? В Кыргызстан Мы Ну, громко сказано Мы Моему дедушке было 4 годика Это было в 907-м году Когда они По еще вот Столыпинской Когда была Как это называется Реформа или как Освоение земель Киргизии И вот Они попали туда В Киргизию И мои родители Родились там же В Киргизии Так что мы коренные Киргизы Ого-го А по-киргизски Можете что-то? По-узбекски Да А там А почему по-узбекски? Город Ош Исторический Он был раньше Узбекистаном И когда не хватало Территории Чтобы организовать Республику Была автономная И чтобы организовать Республику Киргизстан Оттяпали просто Ну, как Крым когда-то Кусок Узбекской земли И передали Киргизии То есть вы по-узбекски говорите? Да Я вырос в узбекском А скажите что-нибудь Ну, вот просто там Пожелайте нашему Ассалам алейкум Хурматлик дустлар Петербург Петербург Гапрамас Так, переведем Ну, ассалам алейкум Петербург я поняла Да, это традиционное Приветствие А Петербург Гапрамас Говорит Петербург А, говорит О И по Ну, так Шукар Так, ну Обещала спросить Вы как композитор С кем сотрудничаете? Я знаю, что с Тюнивой, да? Это моя супруга Так Ольга Тюнива Да Диск там даже Я видела Есть Некоторое количество Песен на ее стихи Вот Но Как бы все с нее началось А потом У меня лет 15 пролежал томик Александра Файнберга Которую я купил совершенно случайно Как раз вот уезжая из города Ож На ПМЖ в Кемерово А заинтересовал меня Федор Горковенко Я услышал песню На его стихи На стихи Александра Файнберга Вот Которую написал Федя Горковенко Музыку Вот Ну и конечно купил И вот он пролежал 15 лет И По истечении этого срока Появились какие-то песни на его стихи Я обожаю этого поэта К сожалению, его уже нет Вот Его мало кто знает Александра Файнберга Тем более надо петь Конечно А у вас в вашем репертуаре есть, да? Его стихи? Совместно, я имею в виду, дуэтом Дуэтом нет Здесь больше Алексей Алексей, да Писал песни на Вот Сегодня мы хотим показать Музыку Алексея Кузина Стихи Александра Файнберга Вот песни, которые он написал Да? Ну именно Лешину Одну из песен Можете, да, сейчас Да, конечно Вместе со стихами Ну, сначала стихи По бездорожью Через ночь кочу я Ты сердцем ни погоду, ни клини Не вечно же идти сквозь мглу ночную Еще он будет Огонек вдали Еще не раз в кочевии безутешном Тебе он даст и крышу И тепло Еще вернуться вера И надежды Не может быть, чтоб вечно не везло Но если огонек задуло ветром И одолел безвыходный простор Есть напоследок выход Самый верный Остановись И заложи костер Прикрой ладонью спичку осторожно И затянувшись горьким табаком Зажги костер Зажги На бездорожье Стань для кого-то Этим огоньком Обнажи свою скрипку, скрипач Чтоб запела струна золотая И смычок, словно чайка взлетая Трепетал от моих неудач Всех фонтанами слез веселя Старый клоун, заламывай руки Покажи мне, как в замкнутом круге Спотыкаюсь я сам об себя Подари мне, актер, монолог А на век обретенной потере Свист и укрики в черном партере Да сыплются прахом у ног Между нами не рушится связь Правды с горечью мечены лица Значит, вместе нам петь, веселиться Но оплакать уже разойдясь Заслушалась я, заслушалась У вас вчера был концерт в клубе Парус Как прошел? Как принимали? Прекрасно Прекрасно? Понравилась у вас атмосфера, так сказать? Ну, атмосфера для нас привычная, приятная То есть это друзья в первую очередь Вообще, я прямо был период в жизни Когда я ходила и удивлялась Почему я не волнуюсь перед концертами Потому что потом я поняла И стала говорить об этом детям С которыми мы там где-то встречаемся Работаем на мастерских Мы поем друзьям Вот примерно как сегодня Мы сидим с вами, общаемся И точно так же на концертах Мы выходим, поем друзьям Волнуемся мы чаще всего тогда Когда песня может быть еще не до конца выучена Может быть, может провал быть в памяти Вот эти моменты, они как-то напрягают А в целом Внутреннее ощущение, что ты приходишь к друзьям И даришь им песню Ту, которая тебе понравилась И тебе хочется рассказать об этом И вот то, чем мы Да, чем вот этим мы и занимаемся То есть у нас появилась новая песня Какая красивая Послушайте, вы не слышали И чаще всего, вы знаете Мы же работаем на абсолютно разную публику Далеко не только бардовскую Далеко не подготовленную к авторской песне Да Люди с удовольствием слушают эти песни И как классику Нас немножко ругают За то, что мы копируем Классических исполнителей Классику Потому что мы не привносим что-то свое новое И говорю, ну простите Классику должны знать так Какая она должна звучать Потому что мы поем Юношескому поколению Нас спрашивают А что за классная песня такая Бричмолу спели Вау, какая классная песня А что это, чье это И поэтому мы стараемся Классические песни петь Сохраняем традицию Скажите, пожалуйста Как у вас завтра концерт в Востоке Клуб номер один В Петербурге Волнуетесь? Ну, в отличие от Аллы Она не волнуется Я волнуюсь всегда Я волнуюсь потом После концерта Неважно перед кем я выступаю Перед друзьями Или перед совершенно незнакомыми людьми Я волнуюсь всегда Но волнуюсь, скажем так До первого слова До первого аккорда Потом все Я утопаю в этих песнях И для меня Никого как бы Пусть не обижается никто Но для меня вообще никого нет Я там Я в этой песне Я вас прекрасно понимаю Давайте мы пригласим Наших телезрителей завтра Потому что концерт в Востоке Будет завтра Приглашайте К сожалению, да Завтра будет концерт в Востоке Но, к сожалению, это будет Короткая часовая программа Час-полтора, не больше У нас автобус вечером Мы быстро уезжаем Это клубные все-таки У них вечер встречи Поэтому завтра в 7 часов В клубе Восток Клуб Восток Это ДК Горького Девятый подъезд И пятый этаж То есть, если вы хотите Послушать живьем Аллу и Алексея ДК Горького Станция метро Нарвская Девятый подъезд Пятый этаж И вот там, собственно Малый зал В малом зале И будет проходить концерт 19.00 завтра Приглашаем вас Да, с огромным удовольствием Приглашаем приходить Так, ну и Хотела спросить А как Вот вы пели Высоцкого В театре Ложи В Кемеровском И, кстати, вы в этом платье были Алла А какие подробности? Более того Мне понравилось Там Ну, вообще Поют То есть Высоцкого И в Кемерово Любят и поют Конечно Ну, знаете Где же Высоцкого А где его не любят И где его не поют Его знает весь мир, конечно Мужчины там в трико были Как-то Это с чем связано? Это театр Ложи Это артисты Скорее больше артисты Театралы Чем барды Конкретно артисты Это театр Ложи Студенческий театр Который много лет Откуда вышел В общем-то Гришковец Гришковец Он там очень много Времени проводил Они вместе все Вот Евгений Сытый Сергей Насеткин Сергей Евгений Женя Женя Качалин Сергей Холкин То есть они Вот Ядро такое Это театр Там проходят спектакли Это актеры И они таким образом Пытались Песни Высоцкого Театрализировать То есть показать Вот этот трико Они же пели песню Про гимнастику Либо вот эта песня Бегуна Естественно Насеткин вышел Вот в такой форме Но он чудесно Исполнил ее Действительно С юмором Пословим Потому что обычно Привыкаю Что Вот Ну То что транслируют Собственно И московские Вот эти концерты Как-то обычно Все одеваются И поют А у вас А у вас это было Действительно по театральному Интересно Это было театрально Да Здорово Ну вас ждет Большой гастрольный тур Я тут посмотрела Вы будете И в Праге И в Чехии То есть И во Франции И Германии Просто не знаю И закончится это все Москвой Золотоглавой Просто Просто турне у вас Значит Любят вас И за пределами России Матушки Как туда дошли Как там вас узнали Вообще все Как всегда Говорят Не бывает случайности Бывает неизбежности К сожалению В прошлом году То есть целый месяц Мы не могли пробиться В Ташкент На Чемганский фестиваль И организовать там концерт Ну и решили Слушать Ну посмотри Что еще есть в июне Открыли интернет Нашли Пражский фестиваль Написали туда Через 15 минут Нам ответили Сразу пришло письмо Приглашение Я говорю Как так А у нас уже год Лежат за гранпаспорта Готовые Новые И все Ну а на пражском фестивале Конечно же На чешском Скажем так Чешский фестиваль Потому что он В замке Страшеков Проходит Не в самой Праге Мы познакомились С массой Конечно Русских людей Интеллигенции Иммиграции Которые живут там везде Ну и Татьяна Сизова Непосредственный Организатор фестиваля Конечно помогает Тем кто стал лауреатами Помогает в организации Этих гастролей Совершенно случайно Получился концерт В Париже Это вот в магазине Русской книги Глобал Который вот Банкротился в октябре Его спасли Опять же наши Русские Русские эмигранты Олигархи Наши российские Помогли избежать Банкротства Этому магазину И Там есть зал В котором выступают Поэты и писатели И мы там будем давать 9 февраля Совершенно случайно Так получилось Здорово получилось Я вам хочу сказать В Праге Это естественно Бражский клуб Клуб Прага Он так и называется То есть это Татьяна Сизова Опять же Там мы даем концерт Ну и она же договорилась С Берлином А Штутгарт Это наши ребята С которыми мы познакомились На фестивале Дюссельдорф Это Марина Гершинович Которая приезжала к нам Давала концерт Буквально в ноябре Она родом из Новосибирска Уже почти 30 лет Живет в Германии Поэтесса В Дюссельдорфе Вот она познакомилась У нас с Люсей Барон То есть мы С Людмилой Барон И мы Вот так вот Как-то все А там же в Дюссельдорфе Бабича говорит Мы вас видели на фестивале Давайте тоже к нам Вот она так и получает Ну в авторской песне Да, без коммуникации Никак, без общения Невозможно И, ну, наверное Вот потому что Как-то понравились И в Москве И в Москве вы тоже Не первый раз уже будете Да Ну в Москве Это для друзей Для родственников Мы не можем Для одноклассников Для родственников Ну я же поняла Что у вас все друзья В зале все-все друзья Я смотрю на часы И хочу, чтобы вы еще Исполнили песню А потом продолжим Тогда говорить Хорошо Давайте Как, как, как Что прозвучит? Ну вот Я, конечно Даже не знаю Как это Готова, не готова У нас Буквально перед отъездом Произошла шикарная встреча Опять же Вот я говорю Вернусь Из театра ложей Женя Качалин Сергей Холкин Они в 90-х годах Написали большой цикл Песен на стихи Марины Цветаевой И пять лет В драматическом театре Шел спектакль Музыкально-поэтический Где пелись вот эти песни И читали стихи Пять лет шел спектакль К сожалению, на сегодняшний день Как это часто бывает Почему-то вот этот Пласт Целой песен У стихов Он отложен в сторону И подзабыт Я хотела бы просто Показать песню Почему? Потому что Я ее услышала в 90-х годах И с тех пор Я ее хочу петь Наконец-то Мы Показывать Готовы Музыка Сергея Холкина И Женя Качалина Стихи Марина Цветаевой Я тебя отвоюю Я тебя отвоюю У всех земель У всех небес От того, что лес Моя колыбель И могила лес От того, что я на земле стою Лишь одной ногой От того, что я о тебе спою Как никто другой Я тебя отвоюю У всех времен У всех ночей У всех золотых знамен У всех мечей Я ключи закину И псов Прогоню с крыльца От того, что во тьме ночной Я вернее пса Я тебя отвоюю У всех других У той одной Ты не будешь ничей жених Я ничей женой И в последней схватке Возьму тебя Замолчи У того, с которым Иаков стоял в ночи Но пока тебе Не стыщу На груди персты О проклятие У тебя Остаешься ты Два крыла твоих Нацеленные в эфир От того, что мир Твоя колыбель И могила Мир От того, что мир Твоя колыбель И могила Алла Радзивилова Алексей Кузин В студии программы Бардо онлайн Мы работаем в прямом эфире Гости из города Кемерово Исполнительский дуэт Мы Вы выступаете в разных залах Как я поняла И случается Так, что Это Допустим, какие-то кафе В ресторанах Вы выступали в Гульбарии В Москве Это, в общем Такие варианты Когда вы поете Песни Авторские Где поэтическая составляющая Очень важна А люди сидят Пьют Кушают Закусывают И так далее Вот каково Оно Выступать Вот в таких залах Мало того Мы работаем И даже И на юбилеях И на свадьбах И на корпоративах В Кемерово Вот И Иногда Получается так Что мы поем авторскую песню Люди перестают есть Начинают слушать Мы им говорим Что мы не обращаем внимание Нет Кушайте 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 Ваш виноград Я считаю Это нужно делать И И петь эти песни Нужно Поскольку Они настоящие Мы уже об этом говорили И то что несется Из репродукторов Скажем так Это же ужас Ну хочется просто Чтобы эти песни Это пелись И я думаю Вам было бы Лучше Чтобы это было Залы Чтобы люди приходили В театральный зал В концертный зал Садились на стульчики И слушали Внимали Нет Но у нас Наряду с этими Корпоративами Нет Дело в том Что для концертов Когда мы поем Со сцены на зал Это одни песни Мы можем позволить Сделать серьезные вещи Которые Вдумчивые То есть Те же колокола Стеньки Мы поем А в таких Ситуациях Мы поем песни Которые люди Потом поют С нами В результате То есть Это та же самая Бричмула Это Вивальди Это из гитары Желтый Это вот то Что люди Вместе с нами Поют Кто-то вспоминает Кто-то первый раз Это интересно Особенно Когда есть молодежь А вот Концерт у вас И смех И струны И любовь И собственно Там вы даже Я знаю Конкурс Бардовских костюмов Я сразу спросила Интересно Какие они Бардовские костюмы Я-то Барда И все представляют Свитер Значит это само Понимаете Такое Кроссовки Нет Рассказывают Вспоминают Байки Байки Анекдоты Истории Ну все Что смешное Замечательно Я еще попрошу вас Исполнить песню Слежусь Часами Нужно еще спеть И есть возможность Уж больно Хорошего поете Спасибо Ну я С огромным удовольствием Вы представила Сейчас наших Опять же Кемеровских авторов Здорово Когда люди живут В одном городе Занимаются Разными совершенно делами Но тем не менее Встречаются Дружат И вдруг Встречается поэт С композитором Прекрасный поэт Дмитрий Мурзин У нас в городе Кемерово есть И Александр Водинников Саша Наш товарищ Друг Он там Занимается Ремонтом квартиры И так далее Но они дружат Они встретились И Саша написал На стихе Дмитрия Замечательную песню Слава мирская проходит Слава мирская проходит Хочу ли посмертной Временно жив Не ко времени Временно пьян Жду переменного То есть попутного ветра Холод промозгла До мозга Костей языка Капает дождь Ариадна Промокла до нити Кто-то с небес На меня посмотрел Свысока И затаился Опять В ожидании Событий Сказано Сделано Я по дороге Иду Снег Еле-еле Идет Но меня Обгоняет Я спотыкаюсь Плечом Задевая Звезду Падаю Плачу Плачу И это Увы Помогает Сказано Сказано Сделано Я по дороге Иду Сделано Сделано Но быстро Пустя Карман Сделано 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 Кемеров Кемеров Ну что же Я думаю Что мы еще одну Песню вашу Послушаем Птицу Феникс Можем Спеть Чуть позже Она идет Просто я смотрю Минута 30 Это мы успеем Да Я еще А вы хотели Какую Алла Ну я Конечно Хотела бы Показать Песню Еще Нашего автора Это Меча Владимира Трубина Она к сожалению Идет Три минуты Нет Три минуты Давайте Тогда сейчас Давайте Сейчас Алеша Не готов Спеть Хорошо Тогда пусть будет Птица Феникс Это опять же Ну сейчас Я вас еще Тогда Я смотрю за часами А поскольку она Минута 30 Значит мы еще успеваем Вы прислали очень много Вот Званий Вот в пресс-релизе Там Лауреаты Лауреаты Хотя мне собственно Все равно Лауреаты вы или нет Главное Это песня И как вы поете Честно скажу Но вот Все-таки Самое дорогое звание Самый дорогой фестиваль Ну как бы Самое дорогое звание Коротко Из всех перечисленных Ну для меня Наверное Это Эльмены Эльменский фестиваль Эльменский фестиваль А вы Это Эльменский фестиваль Поскольку там была битва за нас Для нас Нет Он не только битва Но просто Вот он был такой Какой-то Пережив Вот Как бы последний Такой Мы сказали Все Мы пели Стеньку Разина Она длится Семь минут Это сложная история И нам сказали Что это не формат Ну и по времени Мы не входили Во время концерта То есть тоже Расписано все Заняли время чужое Вместо того Что три-четыре барда Могло Три-четыре барда Пройти Мы бессовестно Заняли чужое время Стали лауреатами Но и потом Ночью было интересных Много на ночном концерте Встреч И бесед Вот по Творчеству Игоря Иванова Федора Горковенко Многие барды Пытаются это петь Эти песни сложные Просто вот Сами по себе Птицу Феникс Павел Хорошо Что другим Не нужно Несите Нет Все должно Сгореть На моем Огне Я и жизнь Маню Я и смерть Маню В легкий Дар Моему Огню Пламень Любит легкие Вещества Прошлогодний Хворост Винты Слава Пламень Пышет С подобной Пищи Вы же Восстанете Пепло Чище Птица Птица Феникс Я Только В огне Пою Поддержите Высокую Жизнь Мою Высоко Горю И горю дотла, и да будет вам ночь светла. Ледяной костер, огневой фонтан, высоко несу свой высокий стан. Высоко несу свой высокий сан, собеседницы и наследницы. Птица, феникс, я только в огне пою, поддержите высокую жизнь мою. Высоко горю и горю дотла, и да будет вам ночь светла. Птица, феникс, я только в огне пою, поддержите высокую жизнь мою. Высоко горю и горю дотла, и да будет вам ночь светла. Я благодарю своих гостей из города Кемерово, Алексея Кузина и Алла Радзивилова. Они были у меня сегодня в гостях. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся в следующем воскресенье. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok